Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, кто за вами наблюдает. Есть ли кто-то, кому вы интересны, кто следит за вашей жизнью, почему-то не даёт о себе знать. Вот кто-то, кстати, за вами наблюдает из прошлых отношений. Ну, там, бывшие, да? Бывшие наблюдают. Хорошо. Давайте посмотрим, кто в итоге наблюдает, с какой целью, почему вообще не говорит ничего про себя, а сидит и наблюдает. Первый вариант. Кто за вами наблюдает. Второй вариант. Кто за вами наблюдает. И третий вариант. Кто за вами наблюдает. Давайте первый камешек у нас будет оранжевый. Второй — чёрный. И третий — прозрачный. Я буду начинать с первого варианта. Итак, кто за вами наблюдает. Ну, человек, кстати, очень сидит часто в соцсетях. И если говорить о нём как о личности, то это кто-то, кто может с вами соревноваться за что-то. Или же это человек, который всегда хочет быть номером один. Это какой-то у вас, может быть, конкурент. Может быть, по работе. Сейчас немножко раскрою эту карту. Но у меня по ощущениям, что это человек, который... В чём-то конкурирует с вами. Может быть, в чём-то берёт пример с вас. Может смотреть за вашей деятельностью. Как вы там что делаете. Может брать себе на заметку какие-то ваши фишечки. Сейчас посмотрю. Это действительно может быть ещё и практик, да, ну, эзотерик. Или же это действительно какой-то человек вот с той сферы рабочей, именно, да, где вы крутитесь. И я могу видеть, что он следит... Ну, если, допустим, возьму в пример, ваша деятельность, каким-то образом вы её демонстрируете онлайн, то он действительно может оттуда себе что-то брать на заметку, подпитывать. Ещё, он всегда смотрит, ну, вот как-то, во что вы одеты, как вы говорите. Ну, вот тут именно момент... У меня почему-то идёт момент конкуренции, момент соперничества. Или же ещё... Это может быть ваш бывший человек, с которым вы уже когда-то давным-давно расстались или развелись. И он видит, что ваша жизнь настолько поменялась, или ему друзья рассказали, или какие-то общие знакомые. Но ему не... Вот, если у вас есть доступ, особенно к вашим соцсетям, если у него есть доступ, если там ваша страничка, допустим, открыта, или каким-то образом он у вас там в друзьях замешался, он может быть под другим аккаунтом. Ну, то есть вы, короче, не знаете однозначно про него, про этого человека. С какой цели он вообще наблюдает за вами? Вот помимо цели, там, какого-то конкуренции, соперничества. Ну, во-первых, расстояние между вами, и ему небезразлична ваша жизнь. Я вижу это так. То есть вы играли огромную роль в его жизни. Кстати, кармическая карта на него выпала. Этот человек, вот подумайте, о ком действительно я говорю. Этот человек, вы с ним провели большой отрезок в вашей жизни, и он вам был дан именно высшими силами. Свыше, да? Вселенная вам послала этого человека для чего-то. Вот конкретно для чего она вам его послала? Это действительно может быть ваш бывший человек, с которым вы были вместе. Или же этот человек каким-то образом связан с вами по работе. Вот высокий статус у этого человека, начальник какой-то, что-то такое. Интересно. Вам он может как-то навредить? Нет, абсолютно нет. Даже не сомневайтесь в этом. Вам, в принципе, уже как бы безразлично на этого человека. А он почему-то просматривает и просматривает. Выискивает и выискивает. Но я не вижу абсолютно, чтобы он вам как-то был вреден. Нет. Ну, пускай, если у него есть свободное время, чтобы посвятить на вас, почему бы и нет. Второй вариант. Человек, который за вами наблюдает. Это человек, с которым у вас закончились отношения по десятке мечей. Или же у меня идёт информация, что это кто-то, кого уже нету на этой земле. Какая-то душа за вами наблюдает. Сейчас посмотрю. Вторая десятка выпадает. У меня по ощущениям, что здесь есть два человека, которые за вами наблюдают. Одного нет уже в живых, а с другим отношения закончились. Если мы говорим про того, кого нет уже в живых, кто это? Это кто-то из вашего рода. Женская энергия. Бабушка, прабабушка. Вот женская энергия. Недлинные у неё волосы. Что хочешь сказать про себя? Ой, как она вас любила, как она вас любит. Вообще. Ты ж моя одна родная, говорит. И с какой целью она за вами наблюдает? Она хочет, чтобы у вас в жизни всё было хорошо. Она вам помогает. Она вас направляет. Она может во сна к вам приходить, какие-то знаки давать. И вообще она хочет, чтобы... Говорит, чтобы у тебя было всё хорошо. Я с тобой. Знаете, как такое, как ангел-хранитель ваш. Из-за угроза. И я вижу ещё, что за вами наблюдает человек с прошлого. То есть тем человеком, с которым у вас отношения уже закончились. Человек такой, знаете, сытый, упитанный. Чуть может у него превышать вес. То есть он весит больше, чем ему бы хотелось. Такой любит, наверное, выпить. Любит как-то... В загулу идти. Такая душа компании. И чего, собственно говоря, он за вами наблюдает. Но он ещё хочет с вами отношения возобновить. Он смотрит, во-первых, что вы там и как, какие фотографии выкладываете. И сканирует. Там, когда можно вам написать. Когда будет подходящий случай. Однозначно. Кто-то из ваших прошлых отношений. Ну, давайте вот ещё одну карту я вытащу, чтобы вы понимали, кто именно. Ну, вот описание этого человека. Ну, если у меня мужчины смотрят, то это, да, женская энергетика такая очень хозяйственная. Очень там любила всё вымыть, покормить, всех накормить. Такая хозяюшка. А если я говорю именно про мужскую энергетику, то это человек при деньгах. И человек, который очень здорово построил свой бизнес, который на своём месте, у которого всё налажено. Вот. Такая вот информация для вас. Второй вариант. Третий вариант. Здравствуйте. Человек, который за вами смотрит. Ну, опять у меня идёт, что это бывший как муж. Сейчас я уточню. Два очень сильных аркана на него выпадают, которые говорят о том, что человек, который за собой ведёт, который может влиять на психику других людей, и который может управлять даже при помощи каких-то техник на людей. Словом, действием. А там, я не знаю, гипнотизёр какой-то. Я даже не знаю, какая-то очень сильная и мощная у него энергия. И он за вами следит. Причём следит. Может ещё ритуалить на вас. Представляете? Ритуалить. И даже ещё в том плане, что может ходить в церковь, свечи там за вас ставить. Сейчас посмотрю. Стоит ли его опасаться? Или это он как-то на благо вам делает? Ой, нет. Это однозначно... Это мужчина. Это мужчина. Бывший ваш муж. Но почему-то очень негативная энергетика идёт на него. Почему он за вами следит? Следит то, как сейчас ваша жизнь идёт без него. И чего-то ждёт. Чего-то ждёт. Какого-то момента ждёт. Чего он ждёт? Причём долго очень ждёт. Прям запасся терпением. У меня ощущение, что он каким-то образом пытается вам, не знаю, палки в колёса. Как-то вот перекрыть какой-то денежный поток. Или как-то пытается сделать, чтобы у вас там ничего не получалось. Не знаю, какая-то очень тяжёлая энергетика. По работе, может, тоже какие-то... Может, начальник бывший. Вот какой-то мужчина, бывший в вашей жизни, который играл очень такую серьёзную роль, может за вами следить. Но здесь именно с негативной стороны. Выжидать какого-то момента, чтобы как-то вот насолить. Да, по работе могли быть связаны. Или это ваш бывший муж, с которым у вас, возможно, нехорошие отношения. Может, тут другой мужчина у вас появился, и он обиделся. И решил там обидку затаить. Ну, что-то такое. В общем, по третьему варианту не очень положительная энергетика. Так, ну, всё равно, это общий расклад. Пожалуйста, не забывайте об этом. Расклад не личный. Конкретно к вам, кто меня сейчас смотрит, я не подключалась, а читаю на большую аудиторию. Поэтому имейте это в виду. Ну что, давайте. Буду с вами прощаться. До следующих раскладов. Всем пока.